11 февраля жители планеты отмечают Всемирный день больного. В этот день рекомендует проявить внимание и сочувствие к страдающему человеку. Например, навестить больного. Ему будет приятно и, вероятно, поднимет настроение. Оказать возможную посильную помощь. Это может быть сдача донорской крови или волонтерская работа в больнице. А также можно этот день посвятить поддержанию своего здоровья. Врач восточной медицины Ольга Евдокимова знает, как помочь себе самому. Несколько лет назад Ольга Петровна уже была героиней нашей передачи. Она рассказывала телезрителям о полезных свойствах многих трав. В этот раз она решила поделиться информацией о том, как можно поднять иммунитет в домашних условиях. За летний период времени мы накопили микроэлементы, то есть подготовили иммунитет к зимнему периоду. За зимний период мы этот иммунитет немножко подрастратили. Значит, у нас идет ослабление иммунитета и, естественно, в весенний-осенний период у нас начинаются больше инфекционных заболеваний, простудные заболевания. Также у нас начинают хроники страдать за этот период времени. То есть опорно-двигательный аппарат, у кого-то слабые бронхи, асматики, очень много. И чтобы немножко поддержать иммунитет, есть такие травы. Они очень простые и как бы доступны. Эхинацея. Она очень хорошо поддерживает иммунитет. Элитурококк, чеснок, лимоны, апельсины, мандарины, то есть группа С. Она не только поддерживает иммунитет, но и не дает простудным заболеваниям развиваться. Почему? Потому что простудные инфекции, они идут в липидной оболочке. Сам вирус идет в липидной оболочке. И чтобы разбить вот эту липидную оболочку, и чтобы они между собой, вирусы не склеивались и не размножались, нужен обязательно витамин С. Когда попадает витамин С в организм, он разбивает эту липидную оболочку, и вирус погибает. Также есть очень хорошие травы для асматиков. У кого постоянные бронхиальные астмы, бронхиты. Сейчас можно запаривать, чай пить с лимоном, липой. Ноготки очень хорошая травка является. Бадан. Также с марта месяца начинают хроники страдать, у кого сосуды, то есть гипертония, вегетососудистая дистония. Значит, что? Нужна чистка сосудов. Вот в этот период времени обязательно нужна очистка сосудов. Вот. Недаром же у нас вот в весенний период идут посты, и причем большие посты. Вот за счет этих больших постов мы как бы очищаем организм от шлаков, которые заготовленные у нас остались зимы. Точно так же мы чистим сосуды. Но если, допустим, еще к этому добавить, опять же ворачиваясь, лимон, чеснок. Чеснок должен быть постоянно на столе, особенно вот сейчас. Также не то, что можно употреблять в пищу, но не все как бы люди могут его есть, потому что организм у каждого разный. Значит, можно нарезать его и в блюдце просто поставить в чашечки, на кухне, на, допустим, на прикроватной тумбочке. А когда ставите на прикроватной тумбочке чеснок, то есть когда дышишь вот этими парами, успокаивается нервная система, человек очень быстро засыпает. Даже вот сейчас очень хорошо греются батареи. Можно по несколько капель капать, допустим, пихтового масла, эвкалипта или еще что-то. Вот эти вот пары, они распространяются по как бы запахи и убивают запахи. И плюс к этому еще как бы дезинфицируют полностью помещение. Вот. Для опорно-двигательного аппарата есть такие травки, как грушанка. Я довольно-таки часто своим пациентам ее назначаю. Почему она мне нравится? Потому что у нее очень большой спектр действия. Это первое. Она является природным антибиотиком. Это основное, что у нее. Она очень хорошо чистит печень, почки, ну и, конечно, естественные сосуды. Сабельник. Травка есть такая, очень хорошая. Она тоже и произрастает здесь. Она очень хорошо помогает для восстановления хрящевой ткани. То есть у кого артрозы, артриты, остепорозы. Вот особенно при остепорозе сабельник и окопник. Это те травы, которые действительно необходимы для организма, для восстановления хрящевой ткани, для наращивания хрящевой ткани. Полевой хвощ. Полевой хвощ. Он применяется тоже для этих, но он очень хорошо снимает отеки. Полевой хвощ является как бы мочегонным. У нас везде, у всех в огородах растет хрен. Это ж кладезь. Это то, что нужно, опять же, для организма. Допустим, летом, если у вас отложение солей. Вот особенно у женщин есть, называется, вдовий горбик. Его можно убрать вот этим хреном. Берется лист хрена. Моется, смазывается с любой стороны обыкновенным хозяйственным мылом и прикладывается к этому месту. Допустим, болят суставы, локтевые, коленные суставы. Точно так же прикладываешь их туда. И так же хрен является природным антибиотиком. То есть простудные заболевания. Завариваешь, его можно сушить. И заваривать, и принимать. Он является очень хорошим мочегонным средством. Не могли в беседе не коснуться и темы коронавируса. Можно ли уберечься от него? Ну, про коронавирус. Дело в том, что я очень много литературы про это просмотрела. Медицинской литературы. Первые записи о коронавирусе были еще в 1930 году. И опять же, оно все начиналось. То есть Китай и вся Европа. А потом только доходило до нас. Потом волна коронавируса была в 1976 году. Последний раз сильная волна была в 2003 году. Вот, кстати, в 2003 году, если кому интересно, можете посмотреть газету ЗОЖ номер 9. Там вот именно описаны эти случаи и чем они лечатся. Ну, как бы профилактика от коронавируса. Опять же, принимать витамины С, то есть лимоны, апельсины, мандарины. Вот это вот. Кстати, у мандаринов можно даже есть шкурку. Почему? В Китае вот эту вот шкурку применяют практически во всех препаратах. Потому что в шкурке мандарина очень много сапонинов, которые предохраняют организм от вирусов. И вот у них практически все препараты построены, противовирусные препараты построены на шкурке мандарина. А что скажете про имбирь? Имбирь, он, дело в том, что он имеет согревающий эффект. И плюс, если его принимать правильно, он еще является паразитарным. А, ну и не лучше, и не хуже аскорбинки, то есть лимонов наших. Вот, кстати, его хорошо применять, знаете, когда для похудения женщинам имбирь. Есть очень много таких вот рецептов, в которые именно входит имбирь. Есть вот два лимона, два сантиметра имбиря и три-четыре зубчика чеснока. Это все варится и пьется один раз в день утром натощак. Да, как бы шлаки выгоняет очень хорошо. Главное условие полноценной жизни – это крепкое здоровье. И основные правила, которые помогут оставаться здоровыми на долгие годы и не болеть – это соблюдение режима дня и санитарно-гигиенических норм, ведение активного образа жизни, сбалансированное питание, правильно организованный отдых. Ну и, конечно, нужно обязательно избавиться от вредных привычек и ежегодно проходить диспансеризацию. А также не лениться. Летом заготавливать лекарственные травы или просто купив их в аптеке, заварить ароматный целебный чай. Ведь, как известно, все, что нам нужно, можно взять у природы.